Инесса Мордовина пережила все военные трудности в детские годы. С теплотой вспоминает маму, труженицу тыла, связистку, отца, который погиб на фронте. И сегодня женщина пришла с подругами на концерт для ветеранов тыла. А самое страшное воспоминание Инессы Мордовиной – эвакуация из родного города в 1943 году. Немцы, знаешь, останавливают нас. Толупы снимают, нас четверо. Я самая старшая была. Снимают, подошли, но ничего. Не расстреляли, ничего. Пожалели. Это не эсэсовцы были. Концерт, а также показ документального фильма с хроникой войны прошел по инициативе активистов ОНФ. Звучали военные песни, выступали местные коллективы и музыканты. Сказали труженикам тыла теплые слова и школьники. Наша категория, наша категория тружеников тыла внесла большой вклад. Работали на заводах, работали на полях, не щадя, как говорят, своего здоровья, своего времени. Безусловно, делали все. Мы не грустили. Мы не грустили. Мы понимали, что надо помогать родине. Положить этот мостик взаимоотношений и дружбы на благо жителей региона между нашим старшим поколением. И той молодой, активной, школьной, вузовской молодежью, которая сегодня, собственно говоря, и встает на вахту во имя того, чтобы Самара Куйбыш всегда была городом и областью лидером. Поддержка тружеников тыла всесторонняя. На концерте представители регионального правительства рассказали, что в этом году 184 ветерана получат квартиры за счет областного бюджета. Уже заложены средства и на ближайшие три года для того, чтобы обеспечить жильем всех тружеников тыла, проживающих в регионе. Для Самары и для Куйбышева труженики тыла – это особая категория людей, которым, конечно же, удивляется большое внимание. Была проблема обеспечения жильем, и эту проблему мы, собственно говоря, решаем с помощью тех средств, которые выделены по решению губернатора Самарской области и по решению Самарской губернской думы. Активисты ОНФ обещают, будут и дальше поддерживать тружеников тыла. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События.